Привет-привет, Девы! Это расклад для вас на март месяц. Что ж, дорогие мои, месяц обещает быть очень интересным, очень много событий. Ну, начинается он с того, что у нас международный женский день. Новолуние, полнолуние никто не отменял. В конце марта у нас коридор затмений начинается. И в середине у нас масленичные гуляния, недели. Поэтому подписывайтесь, если еще не подписаны. Чтобы не пропустить, ставьте колокольчик. У нас будут и гадания на женское счастье к 8 марта, подсказки на полнолуние и новолуние. И, конечно же, мы заглянем немножко в будущее и разберемся с вашей кармой в коридоре затмений. Что ж, а у меня сегодня три колоды Таро. И мы из каждой возьмем по три события, подсказочки, что вас ждет в марте. Что ж, давайте приступать и смотрим, что вас ждет. Десятка мечей. Десятка мечей говорит о том, что пора ставить точку на каких-то вопросах. Может быть, в прямом смысле вам нужно заняться своим здоровьем, если вы чувствуете, что что-то не в порядке. А также это, когда мы ставим точку на решение каких-то вопросов и к ним больше не возвращаемся. Ну, может быть, кто-то, конечно, из вас займется какими-то процедурами красоты. Будет там вот это иглоукалывание, да. Но в любом случае вы закроете для себя какой-то важный для вас вопрос под ключ и решите, чтобы к нему не возвращаться уже. Смотрим, что же это будет и что будет дальше. Семерка кубков. Вы поставите точку на каких-то своих иллюзиях, может быть, на несбыточной какой-то мечте или на каких-то страхах, сомнениях, когда вы нетрезво оценивали ситуацию. И у вас начинается ясность и чёткость мышления. Вы действительно трезво взглянете на какие-то проблемы или на свою жизнь. И по этой карте у вас слишком много мечтаний или вы распыляетесь, пытаясь ухватиться, может быть, за несколько работ, за несколько проектов. По этой карте вам нужно сфокусироваться на одной или двух задачах или мечтах. А на остальных пока поставить точку. И не переходить к реализации чего-то другого, пока вы не решите под ключ то, что вы себе наметили. Не распыляйтесь, а оценивайте здраво всю свою жизнь. Смотрим, что ещё. Королева кубков. Вы найдёте баланс, вы найдёте поддержку, если она вам нужна. Это энергия либо вас, независимо от того, мужчина вы или женщина. Это когда мы наполнены любовью, когда мы одариваем людей подарками, с щедрым своим вниманием, комплиментами. Когда мы являемся надёжным помощником для кого-то, поддержкой, союзником. И также по этой карте, если вы нуждаетесь в чём-то подобном, то у вас, в вашем окружении есть такая женщина, которая может протянуть вам руку помощи, которая вас выслушает, поддержит, поймёт. Королева кубков может ещё говорить о том, что вы можете обращаться в начале марта к психологу, торологу, может быть, астрологу, то есть для того, чтобы прояснить какие-то свои моменты и закрыть, может быть, какие-то страхи, сомнения, выбрать что-то, какое-то направление. То есть вот такая женщина будет рядом с вами, чтобы помочь вам с этим вопросом. А может быть, это вы будете, наоборот, как человек здравомыслящий, помогать кому-то поставить точку на его иллюзиях. Может быть, и так. Смотрим следующую колоду. Что вас ждёт дальше? Так, это у нас императрица. Вы входите в ресурс, и вы действительно проявляете щедрость, поэтому, скорее всего, вот эта первая троица, она была связана с кем-то извне, когда вы проявляете вот эту королеву кубков, когда вы опекаете кого-то, заботитесь, развеиваете иллюзии, расставляете всё по полочкам и закрываете эти вопросы. Потому что вы в полном ресурсе, у вас всего достаточно. И изобилие любви к себе, ваших ресурсов, вы можете одаривать других людей. Вы можете быть щедрой или щедрым, проявлять внимание, заботу. Это может быть, как материнская опека, скорее всего, ваша, кого-то близких, родных. Так, смотрим, что ещё. Так, это у нас удовольствие, шестёрка чаш. Действительно, шестёрка чаш говорит о том, что вы будете одаривать кого-то какими-то приятными эмоциями, комплиментами, заботой. Это могут быть и подарки. Это могут быть люди из прошлого, которые к вам обращались за помощью и получили эту поддержку, внимание, заботу, наполнились вашим ресурсом. Может быть, просто кому-то достаточно поговорить с вами, а кого-то вы будете щедро одаривать какими-то подарками. Смотрим ещё одну карту. Несостоявшийся успех. Семёрка Пентакли. Говорит о том, что вы будете находиться в какой-то паузе и ожидании. Может быть, вы ждёте, например, встречи с мамой, да, если это не про вас, императрица. Вы можете ждать встречи с мамой, вы можете ждать какого-то человека из вашего прошлого, который, может быть, должен приехать. И вы, как императрица, опять же, подчёркиваю, независимо, мужчина вы или женщина, это просто ваша энергия, щедрость и заботы. И вы ждёте и готовитесь, и вспоминаете какие-то моменты. У вас есть ностальгическая нотка. И вы преисполнены вот этим чувством, что вот-вот сейчас этот человек приедет, и у вас всё наладится, всё будет хорошо, гармонично. Может быть, и так. Так, смотрим. Следующую колоду. И отсюда ещё три подсказочки вам на марта. Сила. Вы преисполняете силы. Что бы ни происходило, вам ли нужна была поддержка, ждали ли вы кого-то, или вы сами оказывали эту поддержку, заботу, любовь и внимание, это придало вам сил. И вы почувствовали внутренний стержень уверенности в том, что вы справитесь с любыми проблемами, невзгодами, не только своими, ну и тех людей, может быть, за кого вы в ответе, или тех людей, кто вам дорог и близок. Смотрим, что дальше. Умеренность. Вы отдаётесь, наполняясь этой силой, вы отдаётесь потоку Вселенной. Вы не торопитесь никуда. У вас приходит баланс, спокойствие, гармония, когда мы и не торопим события жизни, и никуда не бежим, не торопимся. Мы просто находимся в балансе. Мы знаем, когда нам работать, когда нам отдыхать, когда нам с кем улыбаться, когда приручать льва, и когда мы можем, исходя из своей гармонии и баланса, решать все вопросы с улыбкой на лице. И это прекрасно. И в конце месяца вы почувствуете эту внутреннюю силу, этот прилив энергии, когда вам всё по плечу, и вы спокойны за всё и за все. Смотрим, что ещё. Королева жезлов. Вы начинаете активно что-то делать. Вы загораетесь какой-то идеей. Или в вашей жизни ваш покой нарушает вот такая активная, целеустремлённая женщина. А вы немножечко с улыбкой говорите о том, что как ни торопи события, а всё произойдёт тогда, когда это будет угодно Вселенной. Но даже если это ваша энергия, и вы вдруг под конец месяца пробудились, вы сначала напитались силой, потом вы успокоились, гармонизировались, и вполне возможно, что уже ближе к апрелю, в последних числах марта, вы загоритесь каким-то проектом, каким-то делом. Вы почувствуете, что настало время действовать активно и целеустремлённо на пути к своим целям, желаниям, мечтам. Поэтому в целом месяц такой эмоциональный, как и должен он быть. И, конечно же, какой вам совет? Доверьтесь жизни, и если кому-то нужна поддержка, помощь, конечно, оказывайте её. Если вы нуждаетесь в заботе, защите, внимании, то вокруг вас есть такие люди. Посмотрите по сторонам и воспользуйтесь этой щедростью, которую могут дать вам люди в эмоциональном плане. И напитавшись этой силой, поставьте для себя какие-то новые амбициозные цели и идите к своей мечте.